Ну а сейчас давайте сделаем небольшой тест. Ну, чуть-чуть, а каждый из вас сейчас себе сделает тест. Мы пока не будем говорить, что это за тест, вообще как. Просто сейчас ответьте на вопросы, потом скажем, что себе сделать. И потом уже, глядя на результаты теста, посмотрите, к чему мы пришли. Итак. Итак, отвечайте на вопрос так. Вот сейчас будут вам даваться какие-то утверждения определенные. Если это действительно соответствует вашему состоянию, вашей сущности, то, что вы делаете чаще всего, надо оценить это от 1 до 8 баллов. То есть, если это полностью вам соответствует, вы берете 8 баллов. Если это вообще вам не присуще, 1. Ну и так вот в средней ситуации, да? Если это бывает, ну очень редко, 2 балла. Ну и так далее. Ну понятно, да? Понятно, да. От 1 до 8. 50 на 50, вы ставите там 5 на 6. Нужно оценить себя и вот как вы... Это про вас или не про вас? Понятно, да? Обязательно ставьте номер вопроса и балл. Номер вопроса и балл. Ну что, поехали? Да. То есть, 1-2-2-2. Поехали. Первый вопрос. Первое утверждение. Первое утверждение. Мне не хватает выдержки. Если это постоянно так, то 8. Иногда да. Ну, 4. А если это вообще не при меня, я всегда выдержан. Я всегда выдержан, всегда хладнокровен. Второе. Так, понятно, да? Как делать это? Идем дальше. Второе. Если мои желания мешают мне, я умею их подавлять. Если мои желания мешают мне, я умею их подавлять. Ну, например, я по улице вижу красивого мужчину. Как мне хочется с ним сходить куда-нибудь. И он вроде не против. Ну, я замужем женщину. Хочется съесть эту шоколадку. Но она чужая. То есть, если умею, то... Да. Вот он всегда умею. То 8. Не умею, да. Если редко получается. Ну, поймем. Ну, поймем. Так. Третий вопрос. Родители, как более зрелые взрослые люди, должны обустраивать семейную жизнь своих детей. Родители, как более зрелые, духовные и опытные люди, должны обеспечивать семейную жизнь своих детей. Т.е. знакомить, подводить к венцу. Четвертое. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-то событиях. Я иногда... Вот если бы не я, это вообще бы не произошло. Если бы не я, вообще бы никто правильный ответ не дала. Вот я. Т.е. я иногда преувеличиваю свою роль в каких-то событиях. Иногда. Если это точно право, то 8. Если этого не бывает, то никогда. Один. Ну, иногда понятно это понятие относительно. Дальше. Пятое. Меня нелегко провести. Т.е. вы распознаёте манипуляцию, обман, меня нелегко провести. С первым же разу. Прямо сразу. Шестое. Мне нравится быть воспитателем. Мне нравится быть воспитателем. обучать людей доставлять вот так надо правильно поступать вот именно вот так это должно быть седьмое бывает что мне хочется подурачиться как маленьком восьмое утверждение думаю что я правильно принимаю все что происходит вокруг меня 9 каждый должен выполнять свой долг каждый должен выполнять свой долг духовный душевный профессиональный на работе где где нередко я поступаю не так как надо а вот как мне хочется 11 принимая решение я стараюсь обдумать все последствия принимая решение стараюсь обдумать все последствия 13 младшее поколение должно учиться у старших как им следует жить согласны и не согласны младшие поколения должны учиться у старших как им следует жить 13 я как и многие бываю обидчив 14 всего 20 вопрос что у нас к изначально стремимся 14 мне удается видеть в людях больше чем они говорят о себе мне удается видеть людей больше чем они о себе говорят 15 дети должны безусловно следовать указанием родителей 16 я увлекающийся человек что-то такое загорелся и вот делаю только это а потом увлечен другим собирал-собирал марки потом ухты значки тоже класс все а потом еще собирать разные виды библии какие-то есть на свете а потом еще что-нибудь очень увлекается человек 17 мой основной критерий оценки человека это объективность 18 мои взгляды непоколебимы 19 бывает что я не уступаю в споре лишь только потому что не хочу уступать 20 правила и традиции оправданы только лишь до тех пор пока они приносят пользу которые они должны соблюдать все правила независимые от каких обстоятельств люди должны соблюдать все правила независимо то есть если правило есть независимо от того какие обстоятельства 20 правил и традиции оправданы до тех пор пока они приносят пользу 10 нередко я поступаю не так как надо а как не хочется то есть я понимаю что нужно сделать вот так теперь вы обведите в кружочек поставить буковку d сначала рядом с такими номерами как 1 4 7 10 13 16 19 то есть через каждый третий вопрос 1 4 7 10 13 16 19 вот эти сейчас вопросы посчитайте сумма сколько у вас получилось так посчитали теперь поставьте буковку в рядом с номерами таких вопросов 2 5 8 11 14 17 и 20 посчитайте эту сумму ну и где-то написать что у вас d такая сумма в такая сумма посчитали и теперь поставьте буковку r рядом с оставшимися 3 6 9 13 12 а 12 15 18 21 все оставшиеся и тоже посчитать сколько получилось ну что получилось теперь смотрите что у вас получилось да и значит это что вы подумали вообще это теория монотипно очень тоже показал симпатичный который развел эрик верн у него есть замечательная книга игры в которой играть люди люди которые играть в игры кстати советую приобрести если вы действительно начнете так систематично и глубоко изучать душепопечистого психологии так вот по этой теории каждом человеке внутри есть как бы три части его часть как родителя то есть это рассудительность это носитель истины это носитель умудренный опытом человек это человек который из традиции предков принес сюда самый лучший передает детям в каждом человеке есть взрослый человек это тот который может объективно оценить все что происходит вокруг тебя да конечно традиции традициями но сейчас еще есть реальность нужно как-то уметь все преломлять через реальность человек который понимает что происходит вокруг него независимо от эмоций которые сейчас в нем бушуют взрослый и есть дитя то есть это эмоциональное существо чувственность понимаете вот умение плакать смеяться радоваться вот 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 это вот непосредственная часть нашего я и вот сейчас посмотрите на чего у вас больше в идеале должно быть родители и дитя примерно одинаково пример вот взрослого должно быть чуть-чуть побольше вот это очень хорошее соотношение вас тогда вы способны и быть открытыми эмоциональными честными как дети в то же время быть носителями истины как родителям все же не уметь все это оценивать стоять над этим ну и нужно стремиться к тому чтобы все эти цифры были конечно больше 40 то есть развивать в себе все эти качества сейчас вот вы сами посмотрел что у вас получилось и так вот этот эрик берн он вывал то что для того чтобы люди нормально общались друг с другом они должны общаться как взрослый человек со взрослым человеком это вот именно то что называется диалог то есть вам приходит человек и вы должны обращаться к его взрослые составляющие естественно чтобы он к вам обращался тоже со взрослым человеком вот это в идеале но что бывает приходит человек и обращается к вам или вы к нему или вы к нему начинайте его получать это позиция родителя ты пьешь а ты знаешь что это грех великий а ты понимаешь что и здесь человек может стать в эту позицию мы его опустили если мы встаем тут практически мы этого человека опускаем туда или он может обратиться как родитель да я пью но что вы мне можете посоветовать потому что в этой ситуации ничего не ровно вы знаете я к вам и пришел к тому что я так вы должны то есть он может с вами так манипулировать вас опускать туда вы скажете ну что ж вы прямо со мной так то но вообще то есть эти роли могут меняться это очень-то или ответить как родители родителю вот у нас такие традиции вы же знаете эти традиции наши русские традиции как на свадьбе не пить или ответить как ребенок ребенку ну что он самом деле и вот получается вот такой вот не поймешь ничего понимаете вот и мы сейчас давайте свои вот тут немножко разберем потому что вот эта схема она совершенно замечательная когда мы увидели мы поняли что манипуляции знать замечательно монологически идеологически за это замечательно но как важно вот эти уже в практике видеть где у нас отношение взрослого взрослого где у нас вот эти все перекосы простой пример я собираюсь утром на работу и спрашиваю жены надюша где моя бритва я обращаюсь не как к взрослому человеку я могу ответить как родитель в конце концерте сколько лет 40 лет и ты до сих пор не научился бритву класть на место кошмар как я с ним разговариваю а могу как сказать да в конце концов мне прям до тебя больше времени нет да мальчик такой бритву не может положить но я как я устала с этими твоими бритками я не верю на к себе но если мы претендуем на то что мы строим диалог как взрослый со взрослым надо ответить просто не знаю или на полке или уже действительно хотим научить человека шпильку ставить сказать а вот не скажу но в любом случае согласитесь это дело взрослого и взрослого человека все остальные позиции это игры игры или например так вот скажем женщина хочет попросить мужа вынести мусор вот если она как родитель она так скажет не вынесешь ли мусор то есть изначально предполагается нет не вынесу как скажет ребенок да достала ты меня с этим мусор ну что это такое вообще каждый день одно и то же сама дома сидишь ничего не делаешь вот и выносить или как родить это я должен мусор выносить библейская жена так не говорит я сейчас научу как должна вести себя любезка жена открой 31 притч и прочитаю наизусть но я могу скажем то же самое про мусор не как родитель с ним что провоцируем уже какие-то родители детские может сказать как взрослый вынеси пожалуйста мусор но но взрослый имеет право сказать у меня нет времени у меня есть настроение то есть разговаривать взрослым я сегодня то есть я могу получить ответ и да и нет это диалог но опять же это не значит что у нас нет выбора точнее как у вашего консультанта консультируемого который пришел к вам нет выбор вы ему говорите ну образно говоря выйти пожалуйста мусор он может опуститься на ребенка это чего я тут должен ты понимаешь что пить это грех это плохо от этого страдает твоя жена твои дети он может стать ребенком сказать да я из-за нее только и пью если меня жена была другая может и не пил бы совсем на позицию ребенка или может стать родителем вы к нему как к взрослому а он родитель что делать я вот работаю сантехником попробуй приди кому-нибудь трубу завернуть нальют обязательно я же не могу отказать это же моя работа он стал позицию родить вы к нему как к взрослому а он нас и вверх-вниз нам не безразлично современная церковь и у нас есть что и предложить весь ресурс на сайте tv seminari.com я не помню прошлом году мы этот пример приводили в прошлом нашем курсе или нет ну вот такой пример игра который очень любит играть многие женщины вот давайте мы с вами как консультанты попробуем все это женщины за что вы консультанты к вам пришла женщина я начинает играет в игру загнутого хозяйка ой вы представляете вчера у нас были такое количество гостей такое количество очень важные очень важные гости вот я приготовила 1 2 3 4 8 салатов 1 2 3 4 8 видов пирогов я значит там 1 2 3 4 5 8 видов разных мясных блюд детишек значит вымуштургал что они рассказывают стихи и поют песенки играют на пианино вот я так вот устала еле-еле я вообще с этими гостями потом села а мои даже не могут посуду помыть а муж еще и сексу после этого требует просил какая я несчастная и вот вы консультанты что вы скажете этой женщине если вы как взрослый человек что вы скажете или кому это надо вот гостям надо чтобы такая замученный встреча мужа это надо чтобы такая или детям очень кому-то или вам можно ставить на позицию родитель сказать да вы знаете действительно не ценят но это же надо как на самом деле вы такая трудолюбивую такая заботлива вот не оцениваю надо поговорить с вашим мужем с вашими детьми чтобы они относились нормально да действительно в нашем мире так сложно ну ну куда же деваться ну то есть мы с вами набирай прекратить игру или продолжать и конечно если мы ее поддержим по ее такой жертвенности мы будем стать самым лучшим консультантом его глазами к нам будут приходить постоянно и мы будем вот этим твитром для слива разговоров о всех этих ужасных мужьях и непонимающих это можно с позиции ребенка умышленно выйти на позицию взрослого аккуратно постепенно и тихо конечно это уже как вы сделать важно чтобы вы понимали что нужно туда выйти понимаете конечно ну а не нужно ли это подвести как и специально с еленом как с еленом с воровом с еленом как с еленом как с еленом как с еленом на самом деле надо подыграть тут совсем другой помните мы рисовали то какая культура где куда относится вот тут это работает то что вы говорите с целью михокрылью здесь здесь не игра есть манипуляция это игра если нет не честное отношение может как мостик такой построить чтобы в следующую консультацию к вам приеду уже поближе он еще больше удостовериться в том какой вы консультант ну конечно все понимаете и вот такой вот значит тоже очень часто почему такое случается именно со мной как родители можете сказать грешный мир как ребенку можете сказать ну какие предложения почему такой случается именно со мной вчера кошелек потерял сегодня у меня колонка взорвалась там разбился любимый сервис жены потерял обручальное кольцо золотые сережки смыл в унитаз жены судьба это опять родитель нам легче туда пойти и учить ну хорошо да мы не знаю ну как это не знаю да насчет чего да ну все в таком положении находятся что ж ты хочешь сейчас такой мир у нас педненький несчастный когда как мне тебя жалит ты знаешь действительно какой-то расстраиваешься но ну ладно поиграли с ним на этой позиции ребенка но потом нам нужно все равно выйти на позицию потому что диалог возможен только с позиции я имею конструктивный диалог который решает проблему с позиции взрослый взрослый то есть вы выходите на позицию взрослых в этом все только с тобой со мной тоже такое случалось а вы заплатили за консультирование у вас вообще не было ну например да или это же вопрос если взрослый то есть ребенок и ребенок решает поиграть я просто андрея продолжать ответ на предыдущий вопрос который вы задали вы и саша вот можно ли вот он на позиции дитя если вас с тобой устраивает обе играете будете играть до конца но вы не решить проблему если он человек пришел не поиграть а решить проблему вам вы нужно если он хочет выбирать на позиции взрослого поиграть немножко про духовные истины по традиции но проблему решить только взрослые взрослые как как тот судья который играл на 30 лет со своим клиенту клиентом но в идеале конечно в идеале эту программу может ввести тот человек который сам из этого исполняем мимо быстрее поверят но рядом желательно чтобы все таки и будем говорить человек независимый и несознависимые это ведь наше наше мнение мы знаем что там разная политика ищите нас поисковых системах по запросу тв-семинарии а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok